Все новости – это ожидания. Хорошие ожидания или плохие. Никто не смотрит на текущее состояние инструмента. Назовите 4 кита для понимания рынка. Уровень, энергия, направление, точка входа. Что лучше для движения инструмента, если есть пустота или недавний паранормальный бар? И то, и то. Олег, хороший вопрос. Оба варианта очень хорошие. Олег задал очень хороший вопрос. Что лучше для движения инструмента, если есть пустота или недавний паранормальный бар? И то, и то. Если паранормальный бар очистил, очень хорошо. И если акция тоже прошла уровень и очистила, и то, и то. Если можно MCD. Сижу в шортах по ней. Макдональдс. Не знаю, почему в Макдональдсе сидеть. Да, Макдональдс продолжает дальше падать. Я бы тоже сидел в шортах. Поставил бы стоп. Вот сюда за хвостик. 287.20. И продолжал бы сидеть в шортах. Смотрится очень неплохо на шортах. Что по крипте скажу? Ну, я сказал свое мнение. Есть куча инструментов, которые смотрятся вверх и куча смотрится вниз. Если все-таки крипта сможет закрепиться в районе 26 тысяч, это будет очень хороший шорт. Насколько цена должна улететь далеко после накопления? Недавно на эфире на 4 часа. Это очень много. То есть, любой вопрос один. Сколько инструмент копил и сколько он идет? Риск надо считать под каждый инструмент отдельно. Или, например, у меня есть риск на депо и хорошо. Да, можно считать риск на депо, но на каждый инструмент в отдельности. В какой рынок не стоит лезть новичком? Во все рынки можно лезть, за исключением, если вы только понимаете волатильность. То есть, если вы понимаете волатильность, тогда никаких проблем. Здравствуйте, Александр Михайлович. Скажите, пожалуйста, говорят, что на теханализ на криптовалютном рынке не работают. Правда или нет? Это неправда. На рынке всего покупателя. Один покупатель, один продавец, поэтому теханализ работает везде. И на криптовалюте, и на форексе. Задерг против тренда на разворот будет только на третьем баре. Нет, я не понимаю, Дина, откуда вы вообще знали разворот на третьем баре. На втором баре будет разворот. Нужно ли вникать в объем или изучать его? Нет. А есть ли сильные игроки банки, фонда, которые торгуют инструмент по уровню? Конечно, да. Есть крупные игроки, которые торгуют по своей какой-то матрице, которым надо иметь какие-то средние цены, и они не будут смотреть на уровень.